Дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня у нас пятница, 21 апреля. Обсудим последние новости из мира фондового рынка. Российский фондовый рынок продолжает покорять все новые и новые вершины. Поговорим с вами о дивидендах Лукойла, которые вчера были анонсированы. Только что одобрили дивиденды Сбербанка и как на это отреагировал рынок. На самом деле, российский рынок себя чувствует превосходно. Идем к все новым и новым локальным вершинам. Но не все так хорошо в мире, как у нас. Американский фондовый рынок находится под давлением. Обсудим и эти причины. Немного поговорим и о валютном рынке. С вас по традиции лайк, подписка, пару слов в комментарии. А мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. Но прежде чем мы начнем говорить, еще раз напоминаю, что у нас новый телеграм-канал. Вот здесь есть ссылочка и QR-код. Наведя свой смартфон, вы можете перейти на наш новый телеграм-канал. Кто не знает, два месяца назад старый телеграм-канал был взломан. Поэтому милости просим. Ну а мы начинаем с ситуации на фондовых рынках. Ситуация выглядит сегодня крайне негативно. Мы с вами видим, что начиная с азиатско-тихоокеанского региона все индексы окрашены в красный цвет. Что Япония, что Китай. Такую же эстапету они передали и на Европейский театр действий. Мы с вами видим, что и немцы, и британцы теряют около полупроцента. Американские фьючерсы тоже находятся в красной зоне. Об американском рынке мы поговорим немного в конце. Сначала же скажем о российском рынке, который продолжает расти. Мы с вами видим, что индекс РТСВ прибавляет около 0,2%. И индекс Московской биржи немного, но прибавляет. Но здесь, к слову, стоит сказать, индекс Московской биржи подошел к важнейшему для себя сопротивлению. В 2650 пунктов. Еще два месяца назад, я когда снимал одно из своих видео, я говорил об этих значениях, что во время дивидендного сезона наш индекс Московской биржи вполне может достигнуть отметок и 2700 и 2800 пунктов. Именно поэтому, ребятам из нашего премиум чата, я категорически не рекомендовал заходить в шорты, а наоборот, лишь набирать свои лонговые позиции. К слову сказать, вот так выглядит наш портфель закрытого чата сейчас. Мы сами можете убедиться, что все позиции почти находятся либо в зеленом цвете и прибавляют очень хорошо, либо теряют там одна или две позиции, но очень и очень незначительно. Почему такое происходит, я уже несколько раз в течение даже этой торговой недели вам объяснял. Он в России стартовал дивидендный сезон и наши крупнейшие компании, так называемые «Голубые фишки», сейчас либо уже проводят собрание акционеров, как сегодня это провел уже наш любимый Сбербанк, либо же начинают проводить советы директоров. В частности, Лукойл вчера, на следующей неделе у нас будет собрание директоров от «Сургутнефтегаза», ждем собрание директоров от «Роснефти» и нашего любимого «Газпрома». Поэтому впереди еще очень много событий, и российскому рынку при текущей ситуации падать очень и очень тяжело. Хотя многие на самом деле этого и хотят. Да, на самом деле, если посмотреть фундаментально и с точки зрения технического анализа, конечно же, российский фондовый рынок сейчас перекуплен. Но вот именно дивидендный сезон нам не дает падать. Вчера главной новостью, да, внутри дня появилось сообщение о том, что директор Лукойла рекомендовал выплатить по итогам 2022 года дивиденды в размере 438 рублей за акцию. И самое главное здесь нужно иметь в виду, что это не учитывая те деньги, которые, 256 рублей, которые он уже выплачивал в декабре месяце. По итогам 2022 года дивиденды Лукойла составили 694 рубля. Это довольно-таки неплохая сумма. Примерно эта дивидендная доходность составляет на текущий момент около 9%. В моменте акции компания Лукойл достигали отметок почти 4800 рублей. И перспектива здесь довольно-таки неплохая. Конечно же, нужно понимать и следующее, что такие хорошие дивиденды вряд ли будут выплачиваться за 2023 год. Они будут немного поменьше, потому что мы с вами помним, да, распоряжение Минфина о добровольной, вот этой пожертвовании, да, так называемом добровольном взносе. Конечно же, но даже при всех этих ситуациях, лично моя точка зрения, что дивиденды за 2023 год будут составлять в районе 600-640 рублей. И это тоже довольно-таки неплохие дивиденды, поэтому дорога на 5000 и на 5200 по Лукойлу вполне открыта. Конечно же, нужно понимать и следующее, за нас, за нашу нефтегазовый сектор сейчас еще топит и тот же самый ОПЕК. Мы с вами прекрасно помним, да, как в начале апреля месяца ОПЕК добровольно сократила 2 миллиона баррелей, и это тоже существенно повлияло на котировки нефти. Лично моя точка зрения, учитывая последние данные из Поднебесной, где мы с вами увидели очень хорошие показатели по росту УВП, следовательно, будет повышаться потребление нефти, ну и, соответственно, при дефиците добычи цены на нефть будут расти. На 2023 год, лично моя точка зрения, что цены на нефть вряд ли будут опускаться ниже 80 долларов. Да, локально мы можем там уходить в район 78 долларов за нефть марки Brent, но это только локально. Если смотреть более стратегически, то, скорее всего, мы можем увидеть 90-95 рублей за доллар. Сегодня основным же событием, да, я в понедельник, когда выпускал свой видеообзор, говорил, что пятница – это ключевое событие для российского рынка, и все внимание инвесторов России было приковано к собранию акционеров, где решался вопрос одобрения рекордных дивидендов в размере 25 рублей за акцию. Была прямая трансляция, и я наблюдал небольшую панику даже среди ребят нашего премиум-чата, когда закончилась прямая трансляция собрания акционеров, где выступал Герман Греф, глава Сбербанка, но решения по дивидендам не было, и все подвесили в воздухе. А что же будет дальше? Ну вот буквально 15-20 минут назад вышла новость о том, что собрание акционеров одобряет дивиденды, и акции резко пошли вниз. Здесь необходимо иметь понимание следующее, почему такое произошло. Во-первых, кто-то ждал одобрения дивидендов и захотел зафиксировать прибыль. Но есть и люди, те, которые наоборот не верили в дивиденды, и сейчас кто-то продает, кто-то покупает. Но нужно внимательно слушаться слова того же самого Германа Грефа, который сказал, что финансовый и банковский сектор Российской Федерации твердо стоит на ногах, и что прибыль за 2023 год будет увеличена. И скорее всего уже за 2023 год Сбербанк вновь заплатит рекордные дивиденды. Мы с вами уже в прошлом видео об этом говорили, я даже выпускал целую статью на Яндекс.Зене. Кто не читал, зайдите, почитайте. Ссылка на Яндекс.Зен есть в описании и в закрепленном комментарии. Я говорил, что примерная сумма дивидендов за 2023 год нашего Большого Зеленого Банка будет составлять в районе 30-35 рублей. Соответственно, перспективы роста у нашего Большого Зеленого Банка, конечно же, имеются. Поэтому покупать даже на текущих значениях Сбербанк с перспективой на год очень и очень хорошая идея. Но опять-таки здесь нужно запасаться терпением и уметь ждать. Да, мы должны быть с вами готовы к тому, что после окончания дивидендного сезона наш российский фондовый рынок, как это бывает из года в год, где-то начиная с июля месяца и по сентябрь, будет находиться в некой коррекции. И вот там вот как раз-таки можно по фьючам, по нашему любимому тому же самому РТСу, поиграть в шорты. Я же сейчас, наоборот, лангую только наш РТС, потому что ожидаю, что в ближайшие полтора месяца наша национальная валюта будет только лишь укрепляться. Потому что наши компании-экспортеры, мы уже с вами их перечислили в начале, они будут обменивать свою валютную выручку. Соответственно, это окажет мощнейшую поддержку нашей с вами национальной валюте. Играть на понижение, играть в шорт, либо с долларом, заходить в шорт по доллару, либо заходить в шорт по нашей любимой стишечке, я на самом деле вам не советую. Но вот здесь, дорогие друзья, говоря о валютной паре рубль-доллар, мы еще к компаниям вернемся, поговорим пару слов, скажем, о Сургутнефтегазе. Говоря про доллары, говоря про Сбербанк, стоит отметить, что аналитики Сбербанка выступили с такими мыслями, что к концу 2023 года валютная пара рубль-доллар будут стоить примерно от 74 до 76 рублей. Ну, то есть средняя по больнице берем 75 рублей. И здесь, дорогие друзья, позвольте мне с этими аналитиками не согласиться. Во-первых, дорогие друзья, вспоминаем прошедший 2022 год, когда рубль был признан самой крепкой национальной валютой в мире. Мы этим гордились. Я, правда, не понимаю, чем наше правительство так горделось. Страна, которая является страной-экспортером, гордилась тем, что его валюта мега-крепкая. Из-за этого у нас и так был профицитный бюджет, дефицитный бюджет, и необходимо было как-то его сверстывать. Именно к концу года, начиная где-то с последних чисел ноября и в течение всего декабря месяца наша национальная валюта теряла резко позицию. Мы с ребятами из нашего премиум чата как раз-таки на этом хорошо зарабатывали, потому что мы стояли в шортах по РТС и стояли в лонгах по СИШКИ. На этом мы очень сильно смогли заработать, именно потому что нашему правительству необходимо было хоть как-то слатать бюджет. 2023 год ничем не исключение от 2022 года. Мы только за последние несколько месяцев, в частности, январь-февраль, если мы будем брать, мы получили большущую дыру в бюджете. Благодаря девальвации, которую лично, по моему мнению, провел и Минфин, и Центральный банк Российской Федерации, большие дыры в бюджете нам удалось избежать за март месяц. Но в текущей ситуации, когда рубль сейчас за счет дивидендного сезона пойдет на укрепление, конечно же, дыра в бюджете будет возрастать, и я думаю, что девальвации вновь будут проводить. Если говорить об осторожном прогнозе на конец 2023 года, лично мое мнение, куда могут ушатать рубль по отношению к доллару, это 85-88 рублей. Но, опять-таки, необходимо будет смотреть на наши те же самые нефтегазовые доходы. Какой дефицит бюджета будет, какой будет находиться дефицит бюджета к концу 2023 года, и от этого уже отталкиваться. Но стоит приготовиться к тому, что 85-88 рублей за один американский доллар к концу текущего года мы сможем увидеть. И что же делать в текущей ситуации? Я уже отвечал на эти вопросы предыдущих видео, но в очередной раз повторюсь. Ставить на то, что сейчас точно рубль укрепится по отношению к доллару, я бы не стал, точнее, не стал бы открывать здесь позицию. Но если такое произойдет, наоборот, вот там бы внизу я подобрал бы и спокойненько встал бы в ланге и по доллару, и по той же самой сишечке. Что по этому поводу думаете вы, обязательно напишите в комментарии. И говоря, конечно же, про валютную пару рубль-доллар, вчера подоспела новость, которая тоже позитивно сыграла на одной из моих любимых акций с точки зрения спекуляции. Это Сургут, нефтегаз, а именно, говорю про привилегированные. 24 апреля на следующей неделе назначен совет директоров, который будет решать вопрос по дивидендам. Мы с вами все прекрасно помним, что происходило с нашей национальной валютой в прошлом году и по какому итоговому курсу мы закрывали. Соответственно, нигде не проходила информация о том, что Сургут, нефтегаз распечатал свою кубышку. Из этого мы с вами можем сделать гипотетический вывод. Да, я с вами, ну, наверняка многие мне возразятся и скажут, что в прошлом году укрепление рубля как раз-таки и происходило из-за того, что тратили эту кубышку. Но об этом информации пока нигде нет. А раз информации нигде нет, мы с вами прекрасно помним, что более 55 миллиардов долларов хранятся у них в кубышке, так называемой НЗ Владимир Владимирович. И, конечно, сделав перерасчет по курсу, то у них получится довольно-таки неплохая прибыль. Значит, будут очень и очень хорошие дивиденды. С ребятами из премиум чата мы зашли в эту акцию, ожидаем очень и очень хороший профит. Но здесь еще можно озвучить и следующие идеи. Разница между акциями обыкновенными Сургут нефтегаза и акциями привилегированными очень высока. И здесь можно сыграть на то, что если совет директоров Сургут нефтегаза будет говорить о хороших дивидендах, то вверх рванут не только привилегированные, но и, конечно же, обычка будет не отставать. И процентов 10-15 можно также словить и на акциях обыкновенных. Обычно я всегда ребятам из премиум чата нашего советую брать пропорционально следующие три четверти Сургут нефтегаза. Это берем привилегированные и одну четверть берем обычку. Обычка это чисто спекулятивная позиция. Она особо сильно не влияет ни на что. И у нее не платят по обыкновенным акциям привилегированных больших дивидендов. Что по этой идее думаете вы, обязательно уже пишите здесь в комментариях. Ну а говоря про американский фондовый рынок, многие скажут, что вот в Америке грядет рецессия, российский фондовый рынок пока что это игнорирует. Но, соответственно, почему мы должны реагировать? Мы абстрагированы от общей мировой экономики. Если раньше мы, конечно же, зависели от американского фондового рынка, сейчас нас особо сильно это не волнует. Но в Америке происходит следующая ситуация. Там сразу же несколько факторов давят на их рынок. Первый фактор это, конечно же, заявление члена Федеральной резервной системы, которые уже несколько дней подряд кошмарят инвесторов и говорят о том, что в мае ставка будет повышена на 25 базисных пунктов. Но если это уже хоть как-то ожидалось даже из прошлой речи Джерома Пауэлла, то говорят даже не о 25 пунктах, а говорят о том, что ставка может быть повышена и на 50 базисных пунктов. А вот эта ситуация довольно-таки серьезно может отразиться на американском фондовом рынке. Но помимо ставки на Соединенных Штатах Америки имеется еще одна маленькая проблемка. Да, эту проблемку обычно быстро решали, каждый год из пустого в порожень переливают. Я говорю, конечно же, о потолке государственного долга. Но сейчас республиканцы поставили фактически ультиматум администрации Белого дома, когда они говорят, да, потолок госдолга нужно повышать, но не на ту сумму, на которую хочет администрация Белого дома. Первонаперво, республиканцы говорят, необходимо сократить расходы на эту гребаную экологию. Гребаную, потому что я не вижу смысла сейчас вкладываться в экологию, когда я думаю, что у каждого из государств в мире сейчас хватает проблем. А второе, это, конечно же, сократить помощь Украине, то есть свои расходы на Украину. И на это Белый дом, конечно же, пока не может согласиться, но я думаю, если припрет к соглашению, они все-таки достигнут. Ну и, дорогие друзья, да, стоит забежать вперед. У нас завтра будет большой итоговый выпуск, где мы с вами обговорим все события, не вот так на скорую руку и быстренько, а каждое событие будем разбирать. Стоит сказать и следующее, что не влазите в какие-то, еще раз повторюсь, не влазите в какие-то вот различные истории. Ведь кто сейчас двигает рынок вверх? Рынок вверх двигают физики. Если мы с вами еще раз говорю, я уже в каком-то из видео последних говорил об этом, посмотрим, кто покупает акции, покупают именно физики. И потрачено более 17 миллиардов рублей, да, за один только лишь март в месяц. Они скупают все, что можно и нельзя. Мы с вами помним, да, вот эти взлеты. И Казань Арксинтеза, и того же самого КамАЗа, и Белуги. Ну, Белуга, по крайней мере, понятно, в чем здесь суть у них. На следующей неделе дивидендная отсечка. У них доходность чуть меньше 10%, по-моему, сейчас 9% у них годовая доходность 400 рублей на акцию, учитывая то, что акции стоят 4 542 рубля, вот на текущем, на момент съемки видео. Но это рекордные дивиденды из-за того, что они продали часть бизнеса, который находился за рубежом, и они эту прибыль пустили как раз-таки на дивиденды. Я постараюсь в ближайшие несколько дней написать еще одну статью по разбору компании Белуги. Вот так же, как я писал по Сбербанку на Джене, так же попытаюсь вам расписать и бизнес компании Белуга. И вы наглядно увидите, что вкладываться в текущую компанию нецелесообразно. Есть намного более твердо стоящие на ногах компании, которые сумеют показать на протяжении того же самого года хорошую доходность. Помимо дивидендной доходности они смогут вам показать и хорошую доходность с точки зрения и роста акций. Поэтому завтра видео тоже об этом поговорим. Завтра мы поговорим с вами и о том, как Минфин хочет в очередной раз обобрать наши нефтяные компании, каким образом он начал теперь считать пошлину с них. И о том, как наше народное достояние хочет компенсировать доход от нехватки экспорта с помощью внутреннего рынка. Здесь тоже они придумали оригинальный схематоз. И для нас с вами, для простых граждан Российской Федерации ничего хорошего из этого не следует. Обо всем об этом мы будем уже говорить с вами завтра, когда будем подводить итоги всей прошедшей торговой недели. Сегодня же мы с вами ждем еще операционных результатов от Норильского Никеля. Очень интересно посмотреть, что же у них происходило в первом квартале. Возможно, да, будут какие-то новости о дивидендах, которые они будут выплачивать за 2022 год. Точно так же ждем собрания акционеров нашего газового второго гиганта. Это Новотека, которая должна добрать дивиденды в размере 60 рублей 58 копеек. Да, это оставшаяся часть за 2022 год. И эти события тоже сейчас могут повлиять на наш российский фондовый рынок. Говоря о том, как нам желательно закрываться сегодня, желательно, чтобы вот эта отметка в 2650 пунктов по индексу Московской биржи сегодня к закрытию была преодолена. Тогда после окончания выходных у игроков появится дополнительный стимул покупать наши акции и двигать наш российский фондовый рынок по индексу Московской биржи еще выше. Потому что здесь мощнейшее сопротивление. Именно здесь стоят шарты, ну, стопы точнее, да, и выбивание этих стопов будет означать дальнейшее движение вверх. И, конечно же, это будет хорошим топливом. Обо всем об этом мы с вами поговорим либо завтра, если ролик не будет затянувшийся. Ну, а в воскресенье, ну, вот ребята из премиум-чата просят, конечно же, этот эфир провести в понедельник. Ну, либо в воскресенье, либо в понедельник у нас состоится большой прямой эфир. Это не только с участниками нашего премиум-чата, но и со всеми остальными подписчиками. Объявление о нашем большом прямом эфире будет выложено в наш телеграм-канал. Ссылка на него вот здесь в правом углу есть. Ну, и еще раз вам напоследок покажу, как чувствовать себя наш портфель закрытого чата. Мы очень хорошо на этом дивидендном сезоне зарабатываем, даже несмотря на то, что некоторые компании, на которые я ставил, в частности, компания Северсталь, которая меня немножко огорчила, но там есть тоже свои причины, не выплачивая дивиденды. Даже вот при таком поломанном дивидендном сезоне очень и очень хорошо можно зарабатывать. Пользуюсь моими подсказками, участники премиум-чата на этом хорошо зарабатывают. С вас по традиции уже лайк, подписка, пару слов, комментарии. Напомню, желательно больше пяти слов. Пишите критику, советы, пожелания. Я к любой критике отношусь очень и очень хорошо. Ну и, конечно же, не забываем подписаться на наше сообщество. Это Дзен, где выходят статьи. И, в частности, я вот по дивидендам на Дзене вышла статья, почему некоторые компании не платят дивиденды. Зайдите, почитайте, тоже очень и очень интересно. И вот сегодня еще, завтра по Белуге, сегодня еще выложу статью по золоту. Также у нас есть ВКонтакте, у нас есть Инстаграм, у нас есть Фейсбук, ну и, конечно же, наш открытый Телеграм-канал. Ссылки на все наши ресурсы есть в описании и закрепленном комментарии. Я же с вами прощаюсь. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok